Вот как работает дожигатель вторичных газов, то бишь катализатор. Возле задней стенки стоит труба с прорезями и он вылетает синенькие такие огоньки плавные. Это вторичный воздух, дожигает первичные газы. Такой красивый, может на камеру и не видно. За счет этого происходит дожиг вторичных газов. Так как я топлю дробленкой, дробленной веткой выделяется огромнейшее количество газов. Вот что происходит, когда очень много газов, происходит микровзрыв. Если камера полная, происходит вот это. Если камера наполовину пустая, вот эти кирпичи с плитой. Тут колосники для кастрюль, они тупо взлетают. У меня один раз такое было, взорвалось. За счет конструкции котла котел не разорвало, пришлось все уплотнительные поставить на место. В основном чудово. 32 мешка я топлю месяц. Сегодня мы с товарищем подробили еще 4 мешка веток. Ну не веток, а на 4 мешка веток. И еще ядров осталось. Вот здесь тоже с первичных, с нижних колосников поднимается кислород. То бишь открываем подачу кислорода больше. Горит больше. Горит синим пламенем. Верхние языки естественно. Красные. Котлом очень доволен. Одно единственное на следующий год, конечно же установлю не 110 дымоход, а 150 дымоход. Как заявлено, заводами изготовительным. Просто дымоход у меня оставался. Со старого котла 12 киловаттного тоже термобар. Хотя там плоский выход. Хотя обмерил 180 дымоход. Здесь 150 дымоход. Странно. Но при этом хорошо работает. Тяга есть. Да, бывает при розжиге здесь задымление. Отсюда с колосникова валит дым. И сейчас. И сейчас тут тоже стоит дым. Фу, дыхать нечем. В принципе. Это херня. Всем пока. Если что, задавайте вопросы. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.